Приветствую вас. Итак, предположим, что ваш мужчина решил, значит, общаться со своей бывшей девочкой и дружить с ней, как он говорит. И очевидно, что вам эта ситуация вообще не нравится, да, очевидно, что вас это как-то коробит, оскорбляет, унижает и, в общем-то, это, ну, вполне нормально и естественно, то, что вы чувствуете. Значит, что вам делать? Мы, во-первых, наверное, нужно сказать так. Когда мой мужчина, ваш парень с вами разошелся, вот, вы разошлись с ним, вы с ним разошлись, и вопрос, который у меня к вам, причиной того, что вы разошлись, стало что? Причиной того, что вы разошлись, стало ваше, как бы, ваше нежелание продолжать с ним отношения или причиной стало что-то другое? Пока не очень понятно, что именно стало причиной того, почему вы разошлись, и что стало причиной того, почему вы сошлись. Вот, по крайней мере, лично для меня это не очень понятно. Значит, это нужно отдельно пояснить вам. Дальше, значит, мужчина, очевидно, использует вас, как, ну, кстати, как вариант. То есть, вы для него, это, по сути, такой вот вариант, удобный для него. Почему я так вам говорю на данный момент, да, почему я решил использовать такое выражение? Дело все в том, что мужчина, зная о том, что вам неприятно, зная о том, что вас не устраивается такая позиция, он все равно продолжает это делать. То есть, по сути, он продолжает причинять вам боль. И вот, что в этой ситуации не понятно, так это то, почему вы позволяете ему это делать. То есть, почему вы позволяете, собственно говоря, причинять себе эту самую боль. Чем обусловлено такое ваше желание? Чем обусловлено такое ваше стремление? Ну вот, сошлись вы с мужчиной, да, сошлись вы с ним, появилось у вас ощущение, что может быть что-то у вас получится, но очевидно, что он сошлся с вами только на своих условиях, очевидно, что он думает только о себе в этой ситуации. И мне, опять-таки, непонятно, чем обусловлен тот факт с вашей стороны, что вы о себе не думаете. Чем обусловлен тот факт, что вы сами не пытаетесь защитить себя? Ведь если вам неприятно, то вы ведь это ради чего-то терпите, если я правильно вас понял. Ради чего-то вы терпите, что мужчина вас вот так вот не уважает. Ради чего? Почему? С этим нужно разбираться. А так, я думаю, что вам нужно в первую очередь понять, кем вы хотите быть. Думаю, что вам нужно в первую очередь определить, чего вы сами хотите от этих отношений. Я тебя веду от отношений с парнем. И если он не может вам этого дать, а он, очевидно, не может вам этого дать, потому что если бы мог, то, наверное, он не стал бы общаться с другой девушкой, да, не стал бы с ней как-то взаимодействовать, а раз это кто-то делает, значит, ну, не особо-то он вам и дорожит тогда. И, коли так, то вам предстоит определить, смотрите, чего вы хотите от этих отношений. Если хотите вы сделать счастливым, например, его, это одно. Ему сейчас, в данном случае, ему сейчас хорошо и так. как бы он счастлив, у него есть то, что ему нужно, и как бы он это получает, и ему удобно расчет сейчас в той позиции, в том положении, в котором он. Если вы его любите, и если вы желаете ему только всего лишь самого лучшего, если вы хотите, чтобы он был счастлив, то для вас этого, вроде как, должно быть достаточно. Но ведь, но ведь недостаточно, правда? Вы же понимаете, что вам этого мало. И это значит, что вы хотите чего-то для себя. И вот, если мы говорим о том, что вы хотите чего-то для себя, то здесь важно определить, чего именно вы хотите, и как желаете это удовлетворить. У вас есть потребности, вы эти потребности реализуете. Непонятно только, почему вы хотите реализовать свои потребности именно через мужчину. Вообще говоря, ваши потребности, которые связаны именно с вами, лучше бы реализовать отдельно, напрямую, дабы не зависеть от молодого человека никак вообще. Ну а если вы зависите, то тогда вам необходимо от этой зависимости избавляться, иначе вам так и будет рвать на части бесконечное количество времени. То есть вы сейчас позволяете себя использовать ради того, что вы хотите получить от мужчины. Ради того, собственно говоря, почему вы изначально с ним сошлись, а сошлись вы с ним изначально, ну, по каким-то причинам. То есть он начал общаться с девчонкой, года на два младше его, вы этого не просили, да, вы разошлись, теперь он к вам вернулся там, потому что с вами удобно, но и с этой девчонкой он тоже продолжает общаться. То есть формально с его стороны ничего не изменилось, а вы позволяете себе оказываться в невыгодном, в неприятном для вас же положительной. И вопрос, который нужно вам прояснить, это вопрос мотивации, наверное, в первую очередь, что вами движет, почему так, и, собственно, как направить ваше желание в ту руку, где они не вредили бы лично вам. Вот, я думаю, такую задачу можно сформулировать для вас, и это, в принципе, то, что вы можете подумать сами, это материал для размышления именно вам, и это, собственно говоря, почва для дальнейшей работы со специалистом, если вы пожелаете ее проводить, если вы желаете перестать страдать, потому что, как бы, самостоятельно сделать вам это будет достаточно тяжело. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!